ДИСНА ТВ ДИСНА ТВ Пожар в жилом доме 2-го микрорайона. Как нужно правильно себя вести, чтобы дома у нас не возникло пожара. Уроки пожарной безопасности в доме детского творчества. Москва – это сердце России! Москва – столица моя! Праздничный утренник в детском саду Ивушка. А теперь об этих и других событиях подробнее. По распоряжению правительства Российской Федерации регионам выделят средства на лекарственное обеспечение граждан больных ВИЧ и гепатитом. В этом документе указано, что Смоленщина на эти нужды получит более 5 миллионов рублей. Напомним, что число ВИЧ-инфицированных в нашей области растет. За 9 месяцев текущего года выявлено 168 случаев. За аналогичный период прошлого года – 138. На плановом еженедельном совещании исполняющий обязанности главы муниципального образования Сергей Тощев подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Глава муниципального образования Вячеслав Седунков находится в отпуске, поэтому его обязанности две недели будет исполнять заместитель Сергей Тощев. Делегация Десногорска приняла участие в работе тематических площадок регионального социально-экономического форума «Территория развития», который уже второй год проходит в Смоленске. Форум стал площадкой для публичного обсуждения проблем развития Смоленщины во всех сферах жизни общества и совместного поиска путей решения насущных вопросов. На видеоселекторном совещании Департамента по информационным технологиям обсудили вопрос участия муниципалитетов и их регистрации на портале государственных услуг. Если раньше мы начинали эту работу с регистрации муниципальных служащих на портале, то сейчас разговор идет о регистрации всех работников администрации, всех органов исполнительной ланции. И дальше больше. То есть разговор идет о муниципальных учреждениях. Услугами этого портала могут воспользоваться и все желающие граждане, предварительно зарегистрировавшись. В школах города до 7 ноября осенние каникулы. А 5 и 6 ноября около 40 десногорских старшеклассников примут участие в Олимпиадах по физике и математике, которые организованы в Смоленском лицее при МИФИ. Медики регистрируют незначительный рост ОРВИ. Грипп не выявлен. Ветеринарные специалисты 4 и 5 ноября будут дежурить с 9 до 13 часов. В Смоленск не пустили более 7 тонн белорусской говядины. Инспекторы Россельхознадзора установили, что при транспортировке были нарушены требования, предъявляемые к перевозке охлажденного мяса. Куски говядины соприкасались со стенами грузового отсека. На части груза были нечитаемые оттиски ветеринарных клейм. Кроме того, среди документов не оказалось удостоверения о качестве и безопасности сырья. Говядину вернули отправителю. В Смоленской области учредят награду в память о Герои России Магомеде Нурбагандове, убитом боевиками в Дагестане. Медаль с его последней фразой «Работайте, братья!» будет вручаться трем особо отличившимся сотрудникам полиции. Традиционный строевой смотр личного состава и совместный инструктаж с подразделениями казачества и народными дружинниками прошёл 1 ноября на площади перед зданием администрации Десногорска. Что проверяли и каковы итоги, смотрите в следующем сюжете. В связи с переходом на зимнюю форму одежды, руководители подразделений проверяли внешний вид сотрудников и их обеспеченность форменным обмундированием. Осматривали и служебный транспорт, так как он должен быть оснащён определённым оборудованием, необходимым для несения службы. Здесь же сотрудники полиции отрабатывали приёмы борьбы рукопашного боя, которые могут пригодиться при задержании преступников. За работой полицейских наблюдали руководители города. Работа полиции должна быть на виду. Все мы её должны видеть. И граждане, жители города, кто пожелает посмотреть вот такие разводы и строевые смотры, они могут прийти, посмотреть. Это не шоу, это рабочие моменты. Мы присутствуем для того, чтобы быть убеждённым в том, что у нас есть силы, которые охраняют нас. Отметим, что подобные строевые смотры и совместные инструктажи подразделений, заступающих на круглосуточное дежурство, в отделе полиции проходят каждый день. Но один раз в начале месяца их могут увидеть все горожане. Труппа Московского театра классического наследия направлялась в Смоленск, где 2 ноября должна была состояться премьера балета «Лебединое озеро». Однако транспорт с артистами попал в ДТП рядом с городом Одинцова. Пострадали водитель и один артист. Утром 3 ноября недалеко от Десногорска произошло очередное ДТП. Подробности в нашем сюжете. На автодороге Десногорск-Якимовичи столкнулись два автомобиля. ВАЗ-21099 под управлением молодого человека и «Опель», за рулём которого находилась женщина. Водитель автомашины ВАЗ не удосужился поменять резину задних колёс на зимнюю и его буквально выбросило на встречную полосу, в результате чего произошла авария. Автомашина ВАЗ-21099 направлялась в сторону Десногорска, когда её занесло и развернуло. У водителя «Опеля» просто не было шансов уйти от столкновения. У водителя «Жигулей» не оказалось прав на вождение и страховки. Это значительно усилит его ответственность. За езду без водительского удостоверения грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За отсутствие страхового полюса «Осага» 800 рублей штраф. Теперь вопрос возмещения ущерба водители будут решать в суде. В 12-м доме 2-го микрорайона Десногорска произошло возгорание. Все подробности прямо сейчас. Загорелось кресло, которое почему-то оказалось на лестничной площадке третьего этажа. В результате пострадали сети кабельного телевидения и интернета. Внизу тут стояло кресло, которое тоже сгорело. Ну, причину пожара, конечно, мы не можем установить. Хотя вот пожары такого характера, это уже за буквально месяц третий. Это было во втором микрорайоне в 23-м доме на восьмом этаже. Это уже, скорее всего, мы предполагаем, что это поджог труб, которые легко возгораются. Потом это было в первом микрорайоне в третьем доме, идентичное. Так что тут может наводить на мысль, почему это произошло. В настоящее время завершены ремонтные работы кабельной сети и подача телевизионного сигнала восстановлена. Во время каникул дети часто остаются дома без присмотра взрослых. Сотрудники Десногорской пожарной части в игровой форме учат детей осторожно обращаться с огнем и правильно пользоваться электрическими приборами. Они знают, как можно обучить школьников правилам пожарной безопасности интересно и весело. Им следует напомнить основные правила пожарной безопасности в быту, основные причины пожара и как правильно поступить в случае возникновения такой ситуации. Сегодня в такой творческой игре при взаимодействии команд мы как раз вспомним с ними эти основные правила. Ничего так азартно не заряжает, как соревнования команд. В состязаниях на знание правил пожарной безопасности участвовали три команды – пожарные, огонь и пожар. Ребята отгадывали загадки, участвовали в викторине и решали кроссворды. Во время игры можно было даже познакомиться с устройством настоящего огнетушителя. Все игроки были очень активными и правильные ответы были показателем, что с правилами школьники уже знакомы и умеют не только справиться с внезапным возгоранием, но и не допустить его. В День народного единства состоится премьера фильма об осаде Смоленска «Стена». События картины разворачиваются в 1609 году. Польский король Сигизмунд III идет войной на Москву и его первая цель – Смоленск. Смоленская крепостная стена выдержала два с половиной года осады. Премьера фильма состоится 4 ноября в 22.30 на телеканале «Россия-1». В Десногорске тоже готовятся к празднику. В детском саду «Ивушка» прошел утренник, посвященный Дню народного единства, на котором побывала наша съемочная группа. Подробности далее. Музыкально-тематическое мероприятие «Россия. Края дорогие» подготовили и провели воспитанники подготовительных групп детского сада вместе со своими наставниками. Ребята читали стихи о России, ее столице, вспомнили все символы нашей страны. У России величавый, на гербе орел двух главный, чтоб на запад, на восток, он смотреть бы сразу мог, сильный, мудрый и гордый, он России дух свободный. В дошкольном учреждении работа с детьми по формированию основ патриотизма, уважения к родине, начинается с самого раннего возраста. Ведь приоритетным направлением своей работы педагоги считают воспитание гражданина, ценящего родную землю, ее традиции, культуру и историю. Кроме того, подобные мероприятия объединяют детей впечатлениями, эмоциями и переживаниями, что способствует формированию позитивных взаимоотношений в коллективе. И в заключение о спорте. В Рославле прошел открытый кубок Смоленской области по карате. На татами собрались около 200 спортсменов из Смоленска, Брянска, Калуги, Витебска и других регионов России и Беларуси. Победителям соревнований предстоит отстаивать честь региона на первенстве России, которое пройдет в начале декабря в Пензе. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.defis.tv.ru Сердечно поздравляем всех десногорцев с Днем Народного Единства. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин